Благодарю тебя, Творец, за то, что думать стало не рано, За то, что крюнки огурец ты посылал мне постоянно. Благодарю тебя, Всевышний, за все, к чему я перерезался, За то, что я ни разу лишний, вокруг друзей не оказался, И за тюрьму благодарю. Она во влагу не явилась, Она разбила жизнь мою, на раз в две, что тоже милость. И одному тебе спасибо, что держишь нервы тьмы и света, Что в мире ядовски красиво, и мне доступно видеть это. Друзья, поскольку меня сюда пригласили явно как развлекателя, То я слишком обязательно прочитаю, но все-таки, поскольку ремонт, То я, я взорву такую тему о свободе, то я немножко о ней поговорю. Вы знаете, свободы нет на самом деле. И нам выпадают ее грани, блестки, кусочки, огрызки. Вот до 20 веку выцвела и полностью рассыпалась замечательная романтическая троица, Которую придумали когда-то французы. Свобода, равенство, братство. Ну, равенство вы сами видите, здесь нечего даже говорить. Про есть только равенство перед законом. Я, знаете, я иностранцам, всегда хвастаюсь, что у нас президент сидит в тюрьме. И они восхищены церковь языка. Никому такое даже и не снилось. Ну, насчет братства тоже уже просто даже слышно. Но в Москве есть такой замечательный автор афоризма, Коля Крутьеевна. Он замечательно сказал, возлюби ближнего, как он тебя, и выкликай. Вот это все, по-моему, на счет братства. А свободы, повторяю, ее как бы нет. Потому что мы повязаны безумным количеством обязательств, нитей, долгов. Знаете, вот фраза, которую мы учили в школе, нас заставляли учить, якобы Марк Сэнбрессон, сказали, не помню, кто из них точно, что нельзя жить в обществе и быть свободным из общества. До них, за предыдущие лета, рассказали все древнеринские, древнегреческие и восточные философы. Невозможно быть. У меня был такой стишок. Кругом долги. Мужской, супружеский, гражданский, родственный и дружеский. Долг чести, совести, пера и кредиторов до хера. Вот. Поэтому, знаете, замечательно сказал про свободу. Ремарк. Он сказал, что свобода – это отсутствие всего, ради чего сказать жить. Это очень точная фраза. И совершенно гениально сказал Жванецкий. Знаете, он сравнил свободу со светофором, в котором включены сразу три огня. И вот здесь вот все очень точно такая. Кто-то говорил, что свобода – это горный воздух, который не всем легким, так сказать, доступен. Я, вы не поверите, но я готовился к поступлению. Я полез в свои стишки, которые я написал в тюрьме. Я был уверен, что много, много слов о свободе. Вы знаете, ничего нет. Один раз только был такой стишок. Какое-то счастье на свободе, со злобой и обидой через грязь, блестись домой по мерзкой непогоде и сетовать, что жизнь не удалась. Ах, нет, был еще один. Но это уже был стишок, 8-10 строчек. Это из-за дружбы вплотнение. Минуют сроки заключения, свобода пояс не подкатит. И я скажу мое почтение, входя в пивную на закате. Подкинь, Господь, стакан и вилку, и хоть пошли опять в тюрьму, но тяжелее, чем бутылку, отныне я не подниму. И вот и все, что я писал о свободе. Вы знаете, когда я был последний раз после лагеря, я слышал слово «свобода» из уст конвоира. Наш назначенных на поселение, человек 10, везли в автобусе, человек 10, 6 человек охранников с собаками. Все курили. Я сидел в гражданском маире, у меня, в конце концов, кончились сигареты, и я у него попросил сигареты. Молодой мальчик. И он так по-отечески улыбнулся и сказал «Свободу, блядь, подчуял». Вот это случай, когда я слышал слово «свобода». И вот, вы знаете, оказывается, к слову «свобода» я листал вот свои книжки. Я вернулся очень. В 85-86 году. Гомтик, все как начиналась перестройка. А я, вы знаете, не верил. Года два подряд я не верил, что в России будет такое счастье, как «Свобода». И я писал стишки как раз вот об этом. И очень грустные я мог сейчас немножко и почитать его. Что я неправильно делаю? Ближе микрофон, ближе. Ближе? Взять его в рот? То ли правда Россия весну заслужила на наш стыке веков, То ли просто судьбами весну ловит мудрых седых мудаков. Вот совершенно пророческий стишок, по-моему. «Порядка мы жаждем, как формы для теста, И скоро мясной мускулистый мессия Для миссии этой заступит на место, И снова как встать присмиряет Россия». Вообще были тогда, знаете, интересные пророческие стишки. Я сейчас еще немножко почитаю. Я думаю, что многим известно имя такого московского поэта Станислав Куняев. Он сейчас главный редактор журнала «Наш современник». А на этом 86-м году он написал «Дивные четверости». Очень люблю его читать. «От объятий швейцарского банка, Что мечтает зажать нас в горсти, Ты спаси нас, родная Лубянка, Больше нас никому не спасти». У меня товарищ прочитал «Дивные четверостиши» Написал замечательный пункт «Дивные четверостиши». «Вчера читал Куняева, мне нравится хуйня». Вы знаете, я не предупреждаю вас, Как обычно на концерте, Что у меня в стишках попадается неформальная лексика. Я просто считаю ее неотъемлемой частью Великого, могучего правилого и свадебного. К тому же, знаете, интересно, Меня за неформальную лексику Осуждают интеллигенты среднего возраста, А старики и старушки просто наслаждаются. Вы знаете, что? У меня был такой стишок «Старушки мне легко прощают Все неприличное и пошлое. Во мне старушки ощущают Их не случившееся прошлое». Еще немножко из стихов Воснестатого века. Сталин умер, не гася свою трубку, И, жена в ее повсюдном дыму, Продолжая навердеть мясорубку, Из которой не уйти никому. Неясен курс морской лаги, Где можно приказать Рабам на веслах стать людьми, Но весу не бросать. Мне смотреть интересно и весло, Как, нажав на железные своды, Забродила российская миссила, Надража в чужеродной сработке. Опять полна гражданской страсти Толпа мыслителей лихих, И лижет ягодицы власти, Слегка покусывая их. Свободное слово на воле ирует, И сразу же смачно и сочно Общественные мысли Зловонные струи Фонтаном забили из почвы. Когда однажды целая страна Решает выбираться из говна, То сложно ли представить, милый друг, Какие веют запахи вокруг? Я плеклыми глазами сторожила, Взирая на весеннюю погоду. Россия столь коробства пережила, Что выдержит и краткую свободу. Много высокой страсти Варится в русском пиве, А на вершине власти Ехали слепых в крапиве. А вот, знаете, вот этот стишок, Он к теме не относится, А клюмку посвящен лично Горбачеву Когда-то. Добрестно и отважно, Зла сокрушая рать, Рыцарю очень важно Шпоры не обосрать. Славить иностранца, Мечтает невеста, Надеюсь пожить в заграничном кино Посредством заветного тайного места, Которое будет в Европу окно. Россияне живут и ждут, Уловляя малейший знак, Понимая, что наебут, Но не зная, когда и как. Много у Ленина сказано в власти, Многие мысли частично верны, И коммунизм, И советская власть, Плюс эмиграция всей страны. Вот, вы знаете, так я писал, И, к сожалению, это вот все Сегодня подтвердилось, И я эти стишки потому и читал, Что они как-то вот тоже. Ну, это я говорил о гражданской свободе, А обо всяких других, Чего, что-то говорим. Все мы закованы в разную неволю, И Блок, он написал наверняка, Свобода нет, Она нам только снится. Но, вот до этого не дошло. Теперь смотрите, пожалуйста, Вот я закончил такое само научное вступление, Никакой читать стишки, Но мне к вам предложение, У вас есть замечательная возможность Ищипать старика вопросами. Я с радостью и готовностью отвечаю на любой вопрос. Хотите, пишите записки, Приносите их сюда. Я специально выделю время на отвечание, на вопросы. Хотите, просто поднимайте руку в любое время. Да, слушаю вас внимательно. Вы знаете, я не пишу политизованных стишков. Я лет десять назад написал такой стишок, У меня просто нету новых идей. А стишок, знаете, который был? Здесь в вечности запах томительный, И цены на овощи клевые, И климат у нас изумительный, И только соседи хуёвые. Нет, если есть сразу вопросы, пожалуйста, так. У меня есть вопрос. Да. Вот я сегодня иду на одну лекцию, Которая называется «Как говорить с детьми о сексе». А вот вы можете как-нибудь рассказать, Как говорить с детьми о сексе? А абсолютно открытым текстом. Потому что ваши дети, Начиная лет с четырёг, Знают гораздо больше вас. Абсолютно. А потом что? Я в четыре года, получается, умнее была, чем сейчас. Да. Никто, знание... Знание о сексе в общем не делает человеку умнее. Чаще всего делают глупее. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Есть ещё вопросы? Да? Ну, прошу. Пишите записки, кто не хочет поднимать руку, Кому или не очень люблю записки. Наслушаю вас. АПЛОДИСМЕНТЫ Как-то позже, да, но это был, наверное, 91-й год, Мы были на встрече с вами, Вы прочитали стихи, И сказали, что вы... Это не ваши, но вы бы по ним подписались. Там было желтее, ПОЛИСМЕНТЫ Вы знаете, я прочту этот стишок обязательно, Я буду прочитать о евреях, ладно? Ну, да, скажу. Обязательно прочту. И всё расскажу вам. Есть ещё какие-нибудь вопросы? Да, пожалуйста. Так, не приедет Питера из Бронинар? Что? Не приедет Питера из Бронинар? Так, что так? Вы знаете, я настолько уверен, Что я об этом расскажу вам Свою научную гипотезу буквально через 15 минут. Надо только снять часы, чтобы не затянуть время. О, ну чё? Вы знаете, значит, кто не хочет тост, Напишите записки. Что же? А вы пишите детские стихи? Детские? Непрерывная. В Бронинаре будет большой сборник стихов И написаны как бы детьми. Для детей я тоже писал. Плечушки меленькой, За ромашкой беленькой Плели три букашки На большой какашку. А вот детей я тоже писал. Я всё никак не расскажу, Что я очень люблю записки. Знаете, кто читал мои книги и расспоминания? Их уже три. Там в каждой есть глава с интересными записками. Потому что записки — это прекрасно. Знаете, лучшую в своей жизни записку Я получил когда-то на Украине Какая-то молодая девчушка мне написала «Игорь Миронович, можно ли с вами хотя бы выпить, А то я замужем?» А знаете, выступал в Казани, Где у вас недавно был этот... И получил там записку «Игорь Миронович, заберите нас с собой в Израиль. Готовы жить на опасных территориях. Уже обрезаны. Группа татар». Вы знаете, записки — это просто очень моя любимая тема, Поэтому я на меня отвлекусь. Знаете, записки — они неожиданные. В Архангельске я получил записку «Игорь Миронович, А существует ли всемирный еврейский заговор И как туда записаться?» Одну записку я очень горжусь, Поэтому я обязательно ее расскажу. Знаете, я получил ее в Самаре От какой-то молодой женщины. «Игорь Миронович, Я пять лет жила с евреем. Потом расстались. И я с тех пор была уверена, Что я с евреем на одном поле Срать не сяду. Она вас посмотрела и подумала, Сяга. Но вы знаете, записки, Если кто не хочет написать, Записки бывают ругательные. Я их очень люблю, Но я их, к сожалению, не получаю. Вот знаете, в Твери под Москвой Как получил записку, Написано крупным, Крупным, явно старческим почерком. Без обращения. Там было написано, «Мне стыдно за вас, Представители Израиля, И за еврейскую молодежь, Сидящие в зале, В то время, как вы со сцены Употребляете название Звачных мест. Сколько жопа!» А в Питере, Я могу сколько угодно Рассказывать про записки. Знаете, я в Питере Получил записку, Не знаю, совсем, От какой-то явно Боязни на религиозной здоровье. Записки, Гениальная полаконичность. Игорь Миронович, Много материтесь, Боженька услышит, Язык отхуячет. Что вы пишете Записки, друзья, Я сразу что отвечаю. Есть какие-то интересные Еще вопросы? Нет, да? Тогда, Как только придет Рассказывать вопрос, Поднимайте руку, Я ответлюсь, А я почитаю стишки. Я сначала почитаю Бусины стишки. Знаете, Вот кто пишет стихи, Знает, что если Начал какой-нибудь цикл Или книжку С грустного стишка, Пойдет все Грустное. Я позапрошлую книжку Начал с такого Грустного стишка. Нынче бредный вид у Вани. Зря ходил он мыться в баньку, Потому что там по пьяни Оторвали Ваньки встаньку. И вся книжка пошла Грустная зря. Я вам оттуда сейчас Почитаю стишки, И вы поймете, Как опасно Начинать с грустного стишка. Сейчас немножко разденусь. При хорошей душевной погоде В мире все гармонично вполне. Я люблю отдыхать на природе, А она дожнула на мне. На кепку мне упал короб, И капля тронула ресницы. Не все, что с неба, Что от нам год. Давай, ну, Много шлит и птицы. Вовлекаясь во множество дел, Не мечись, как под джунглем ботаник, Не горюй, что не всюду успел. Может, ты опоздал на Титаник. Русь воспитывала души не спеша, А была сурово с ними то нежна, И в особенности русская душа У еврея прихотлива и сложна. Когда к нам денежки с небес Летят, валясь в изголовье, То их, конечно, шлет нам бес. Дай Бог их при этом установлено. Нынче книгу врача Алисталу Там идея цвела словно роза. Наше чувство, что совесть чиста, Первый признак начала склероза. Любил я книги, выпивку и женщин, И больше его у Бога не просил. Теперь азарт мой возраст ему меньше, Теперь уже на книге нету сил. Доволен я сполна своей судьбой, И старюсь я красиво, слава Богу, И девушки бросаются гульбой Меня перевести через дорогу. Пришла ко мне повадка пожилая, Уже я никуда ее не спрячу, Актерскую игру переживая, В театре я то пукаю, то плачу. Я храню еще облик достойный, Но душевно я выцвел уже, Испарился мой дух беспокойный, И увяли мои фаберже. Душа моей пора домой, В небесах жизни клей, И даже дух высокий мой, Остыг и пенел ей. Вот такие грустные стишки Я вам буду сейчас читать по степени. А щиты я почитаю, пожалуйста. Развякнут налитые стаканы, Я к себе за стол зову не всякого, Я лишь тех зову, чьи тараканы Бегают с моими одинаково. Мы в любви к познанию едины, Труден путь познания и долг, В наши сокровенные глубины Лезет и психолог, и протолог. Сядет курица на яйца, Вылупляется цыплята, А поэт на яйцах мальца, Никакого результата. Там лишь когда тоской В родном пространстве, Я сидишь отыскать из тот тоски. Не то поверил запах дальних странский, И то же пора сменить носки. Я много поездил по нашей планете, И всюду меня красота волновала. Такие пейзажи бывают на свете, Что сколько не выпьешь, Окажется мало. На пути к окончательной истине Мы не стонем, не плачем, не ноем. Наши зубы мы некогда чистили, А теперь мы под краном их моем. Мы столько по жизни мотались, Что вспомнишь, и льется слеза. Из органов секса остались У нас уже только глаза. Дрехлеет мой дружеский круг, Любовных не слышится арии, А пышный розарий подруг Уже не цветник, а гербарий. С роскошной концовкой-короткой Хочу написать тебе рассказ. Кутузов и Нельсон за водкой Беседуют с глазу на глаз. Я не лев, не далек, не столков, Да еще полыхаю, как плана. Если выстроить всех мудаков, Мне б, конечно, доверили знания. А если мне вдруг повезет на Руси Из общего выплыть тумана, То бляди заказывать будут такси На улицу и к Бумермане. Так, ну теперь давайте я вам Немножко пустыру, да? Я вам немножко почитаю про политиков. Смотрите, мы когда жили В Советской империи, Мы ведь даже не знали, Что есть такие люди, политики. Были вожди, которые указывали на Курск. Курскому попадался в 70-х, 80-х годах, Самоиздайте, широко ходила Моя подборка о вождях. Этим он назывался очень по-московски. Вожди дороже нам вдвойне, Когда они уже в стене. А тут, смотрите-ка, политики, Они выступают, что-то говорят, Но о них можно судить. Я о них немножко почитаю. Думаю, что это для многих стран Существенно, Хотя написано по материалам Российским основным. Подборка называется «Беда державе, Где главней, Кто хитрожопий и говней». Время наше будет знаменито Тем, что сотворило Пойвзераде Новый вариант гермафродита Плоти мужики, А духом глядя. Хотя политики набря Имеют навык театральный, Но все так сочно говорят, Как будто секс у них оральный. Слушая слова и обороты, Странная в душе Клубится смута. Так Россию хвалят патриоты, Словно продают ее кому-то. Без парта Не весел на жизненный путь. Тоскует земля без дождя. Младенцам нужна материнская грудь, Политикам жопа вождя. «У власти Лижут те, кто ниже, Зад безо всякого смущения. Но кто умней, корыстно лижет, А кто глупей от восхищения. Одна мечта, Все жарко светлей, Одну надежду люди не утратили, Что волки превратятся в журавлей, И клинам улетят киде не мать. Я не люблю любую власть. Я с каждой не владу. Но я, походу, есть что класть На каждую кладу. Ну, давайте ответим. Вот записки пришли. Если у меня есть устные вопросы, пожалуйста. Мне только очки понадобятся. Знаете, у меня был такой стишок. В толпе замшелых старичков Уже по жизни я хромаю. Еще я вижу без очков, Но в них я лучше понимаю. А у вас вопрос? Да, пожалуйста. Если бы вам предложили Прожить жить заново, Думаю, что-то из-за культуры своих людей. Вопрос очень философский, Как раз для меня. Если бы мне предложили жить заново, Я бы изменил ли я что-нибудь? Да. Знаете, думаю, что нет ничего. Во всяком случае, умней я бы не стал. Нет. Нет, ничего, куда я не изменил. Может, просто от недостатка воображения, Васечка. Так, запись. Ой, мне же перед входом задали вопросы. Два. Сейчас я на них отвечу. Игорь Миронович, Чувствуете ли вы себя свободным в Израиле? Да. Чувствуете ли вы себя здесь дома? Да. Где другой язык, другая культура. Вы знаете, какая штука? С языком я общаюсь мало. По счастью, Мне на каждом концерте, знаете, Приходит записка, Как у вас с эвритом. А в Барнауле Как-то пришло шесть записок, Как у вас с эвритом. У них еще нет собственных проблем. А так, как у меня с эвритом плохо, Но я как раз на уровне Барнаула Придумал исчерпывающий ответ. У меня с эвритом проблем нет. Проблема у тех, Кто хочет со мной поговорить. А помните, Меня спросили на эврите, Вы на эврите говорите? А я ответил им на идиш. Ты что, не видишь? Разные вопросы помню сейчас. Вот видите, Записка, наверное, Непричная. Прочтение, хотя. В сентябре в Казани С Нового года лену, Да, приятно, Что нужно сделать Своё правильное решение. Да, это От органитета. У меня в Казани Очень много друзей. Знаете, А я сейчас просто Об этом и почитаю. Потому что пора Почитать про евреев. Нам надо знать Оно с том и правильно. В Казани, знаете, У меня приятели Много лет назад, В 15, Организовали оркестры. И он стал одним Из лучших оркестров В стране. И они с ним Матались на гастроли. Как-то не первый Боинградок. Какой же не комнат. Отыграли в местном Театре педиццу. И мы сообразили, Что до вечернего концерта Они еще успеют Выпить от оснастов. Они тоже с верики Попрошали инструменты, Выкупили выпить И сидят гуляют. За этим всем Пристанно наблюдал Один местный Международок. И вот он появился. Поль подошел. И говорит, Ребята, Вы сегодня у нас В театре работаете? Никакой. Вы, говорит, Основе сплошные евреи. А у нас Это еврейский оркестр. Он говорит, Я евреев уважаю. А тут вот Разглавляет. Любой темный Конечно. Как говорят Хорошие музыканты, Так евреи. Как хорошие ученые, Так евреи. Еще ему, по-моему, Погнали водку, Дали колбасы. Он говорит, Так там хорошие учителя, Так евреи, Хорошие врачи евреи. Выбил водку, Закусил колбасой И говорят, Ну, хитрые и паклые. Ну, давайте Про нас Препочитаем. Есть какие-нибудь Вопросы, Может быть? Всем серьезно, Да? А, Надо разлушиваться. Как вам приходит Ветер Написать стих? Как вам? Когда Где Приходит Ветер Написать стих? У нас В самое Недопонящее Время. Вы знаете, Иногда На стишку Как В карпиш Неделю Какое-то слово Ища. А иногда Он сам Вообще стишки Сами рожают Зарихович Какой-то органчик Рожает Как Печень Рождают Желчь. Я как-то Разговаривал С своим приятным Я думаю, Что он всем известен Потому что Он гениально Переводит Мейра Шалева Рафана Дельман А он Культурно Жестный человек И он мне Вместо того, Как живешь Он говорит Что у тебя Сейчас на столе Что ты пишешь И я с ним Продолжаю Разговаривать И вдруг Слышу Что стишок Уже есть Я ему Прямо И выучитал Теперь живой А старый Жит Весьма Судуло И на столе Моем лежит Анапис Судуло Так что Это совершенно По-разному А иногда Долго Я думаю Вообще Порчит Прочный Трудоемкий Процесс Да Слушаю вас А вы Играетесь Своей Породиньки Породиньки Я в высокий Жанр Должны Играть Слушаю вас Как вы узнали Что вы Играетесь О Я помогаю Узнать Соседи По двору Очень Нет Покладываешь Отдай Расслушиваться Знаете У меня много В этом Прошли Я К сожалению Я Самый Первый Я не помню Я много Стежков Они были Первые Писал В 65 Году У меня Жена Лежала На сохранении Ждала Дочку И мы С товарищем На стенку Лежали Стежки Уже Тогда Я Классиков Употреблял Один Стих Вот я помню Он из первых Моя жена Не струйка Дыма Что тает Вдруг В сиянии Дня Но я Ложусь Печально Мимо Поскольку Ей Нельзя Меня Кто-то Сейчас Пошел Да Вы были музыкальным инструментом Каким Гормушкой Все вопросы Да Я могу читать стежки Знаете Я Прежде чем Начинать стежки Про нас Проявляет Поскольку Все-таки Сего Научные люди Всегда Высоко Образованные В зале Я поделюсь С вами Одной своей Чистой Научной Ихотизой Которой Я очень Горжусь Думаю Что она Справедлива Вы знаете Я за последние 25 лет Повидал Ой Еще Устные Вопросы Я помню Сейчас Отвечу Повидал Наш Народ Свой Любимый Народ В самых разных Странах В Америке Был раз Десять Два раза В Австралии Израиль Россия В разных Европейских Многих Городах Вы знаете Средний Образ Немножко Не такой Какой Был у нас Складывался В России И я пришел Вот такой День Мы действительно Народ Очень Необыкновенный Очень В том Смысле Что мы Очень Полевизованный На каждом Полюсе Сгущение Непривычное Для других Народ На одном Полюсе Ум Смехалка Сообразительность Быстрота Реакции Слово Все те черты За которые Одни И одни Евреев Уважают Другие Терпеть Не могут До ненависти Но заодно На противоположном Полюсе У нас Такое Количество Дураков И даже Итиотов Что этим Тоже Можно Гордиться Я с ними Очень Много Общался И вы знаете Я абсолютно Убежден И вас Хочу Предупредить И кто Не знает Самый Страшный Дурак Это Еврейский Дурак Потому Что Вы знаете Он с Расрудиции И все Может Объяснить Что Объем Белословным Я вам Приведу Пример Соболь Полюсов Начало С этого В зале Наверняка Из меломаны Кто-нибудь Может быть Помнит Фамилию Забытого Нынче Скрипача Как раз Очень знаменитого Буси Эйтштейна Одесского Выученика Вы знаете В 1934 Году Буси Эйтштейну Было 12 лет Его В Москве В колонном Зале Союза Награждал Орденом Общесоюзного Старства Калинина За победу Работа Международного Музыкального Конкурса 12 лет Мальчику Колонный Зор Перед началом Церемонии Бусина Мама Идыша Мама Отзывает Его в сторону Отзывает Его в сторону Говорит Буси Когда Дедушка Калинин Прилепит Тебе Орден Ты Громко Скажи Дедушка Калинин Приезжайте И тут же Из зала Хорошо Поставленный На испуг Дикий Крик Бусиной Мамы Буся Что ты Говоришь Мы ведь Живем В коммунальной Карте Вы думаете Через неделю Не дали орден На следующий день Теперь С этого полюса С этого полюса Вот Наверное 97-98 В Америку Приезжает На поставленное Местное жительство Из Москвы Старый Еврей В прошлом Поконник Авиации Это было время Когда еще Бывали Собеседы И чиновник Американский Челез Переводчика Ему говорит А чего Особенно Остали На Россию Вы сделали Такую Карьеру Полковника Авиации Старый Я уехал От антисемитизма Чиновник А как-то Вас задел Все-таки Вы дорожили Полковника Старый Смотрите Напоминаю 97-98 Год Старый Смотрите Когда Там В Израиле В 73-м Году Шла Война Наша Тут Московная Эскадрилья Собиралась Лететь Бомбить Тель-Ариф А меня Не взяли Ну вот такие Мы все Растали Я вычитаю Паркорку Небольшую На нашу жизнь Здесь Мое искреннее Пространство Здесь И гармоничен Как нигде Здесь Еврей Оставив Чужестранство Мутит Воду Собственной Среди Евреи Рубцы Дерзают Пизде Дрожжами Лезут В тесто Нас Потому И обрезают Чтоб Занимали Меньше Места Умение Жить Излагал Нам Науку Настырный Знакомый Еврей И я Благодарно Пожал Ему Руку Дверями Квартиры Свою По многим Есть у меня места И понял Я не без печали Евреев Любят Только там Где их Ни разу Не встречали Умеют Евреи Хранить Свой секрет Ответить Любой Кого Спросим Что Атомной Бумбы В Израиле Нет Но Если придется То Сбросим Атаке В бою На бегу Еврей Себя Горько Ругает Еврей Когда Страшен Врагу Его Это Тоже Пугает Еврей Душ Слезой Просует Душа Хронически Болит Еврей Который Всем Доволен Покойник Или Инвалид За все планеты Мой народ Большое Божье Наказание Не будь Неж Нас Такой Разброд Весь Мир Выделал Описание Те Рискуют Играя Ва-банк Те В конфузне Он Чахнут В неврозе А Еврей Он И наглый Как Танк И Застинчив Как Хер На Морозе Стал Мудом По-наслышке Ознаком И Выяснил Из Грустного Источника Еврей И Пошли Ночи С мясником Нельзя Ложиться Утром Под Молочником Знаете Я К юбилею Израиля Который Очень Полюбил Родист Ну Да Там Неприсовал Стишок Меня За него Очень Нагли Ругает А Стишок Патриотический Вы Вам Это Каналец Здесь Еврей И ты И я Мы Единая Семья От Шабата До Шабата Братно Йоба Вы Братно А вот Стишок О Которого Мы Спрашивали Его Написал Московский Парет Федорченко А может Федорченко И я До сих Пор Ему Завидую Людой Неговистью Вот Он Что Написал На Эту Тему О Этрейской Жизни Пустеет В Поле Борозда Наглеет В Городе Телец Желтеет Красная Звезда У Ней Растет Шестой Конец Записки Записки Новые Так Сейчас Я отвечу Сначала На Вопросы Да Вопрос Был такой Приходите Мне Писать Стишки На Заказ Да Вы Знаете По Вольной Воле Вопрос О Свободе Когда У Друзей Юбилей То Я Обязательно Пишу Стишок Если Он Удачный Я У Щит Книжки Вставляю Стишок Поздравить А вот Несколько лет Назад У меня Была Забавная История Знаете Заказным Стишком Мне Верусалим Позвонил Из Нью-Йорка Владельца Копольной Курпной Туристической Фирмы И Понятно Русскоязычный Он Русскоязычный Глитрий Версалимович Через Нашу Контору Тысячи Людей Ездят По всему Миру Туристами А К вам Моя Цель За вашей Станцией Вас Любят Знают Напишите Зазыванный Стишок А еще Гонорар И Оператор И Я На фоне Старого Города Прочел Вот Заказной По-моему Очень Зазыванный Стишок Мы Евреем Душу Клеем И Хотя У нас Бардак Если Хочешь Быть Евреем Приезжай Сюда Ну Да А Вы Знаете Гонорар Выплатили А Стишок Не Гонорар Так Так Теперь На второй вопрос Я отвечу Потом Записки Меня Что В этом Так Спросили Это Очень Неправильный Вопрос Часто Спрашивают Почему Я плохо Отношусь К Фону Это Неправда Я Очень Хорошо Отношусь К Графоман Это Творчество Тоже Все Графоман Толстой Был Графоман Все Кто Любит Наносить Знаки На Бумагу Графоман Дальше Уже Лечит О Вкусе И Способности Вы Лишь Леги Впечат Понимаете Друзья Не Возражают Если Жена Нормально От Относит Решительное Здоровье Только Не Надо Это Слать Мне Потому Что Жил Понимаете Я Разрабатываю Такой Жанр Четвости Шикар Меня Зовут Игорь Но Всегда Звали Гарик Бабушка Лучше Всех Произносила Молиня Она Била Гаринька Каждое Твое Слово Лишнее Гаринька Слово Так вот Появились Сотни Я не Превеличиваю Мариков Юликов Петиков Васиков В Питере Одна сторожка Три Тома И Лих Уже И Это Кошмар Вот Пока Между Чудес Неспособные Люди Как бы Некомолиру Вы Знаете У графоманов Есть Еще Одна Черта И Почему Я К Нашу С Уважением Графоманы Через Метры Туманных Неправильно Грамматически Синтаксически Смышловых Стихов Пошмарных Вдруг Могут Написать Четверостише Или Пустише Которое Никогда Не напишет Профессионал Я Упреду Пример Знаете Несколько Лет Назад У меня Один Мужик Из Екатеринбурга Пришла Большой Поэм Он Наверняка Пожилой Человек Наверняка Игрей Потому Что Поэма Об От Первобытного Общества До Процентра Съезда Партии Стихки Кошмарные И вдруг На уровне Средневековой Средневековой Киевской Руси Четверостише Которое Повторяю Никогда Не напишет Профессионал Руси Но Как бы Тело Не болело Стрелу Татарскую Клина Оно У князя Было Цело И Даже Село На Коня Человек Одна Дружка Немолодая Написала Поэмам О любви Огромного Они спечатаны Кошмарные И вдруг Где-то В первой Третьи Две строчки Изумительные Только Их надо Печатать И взять Наши Иллюстрации Любимый Открыл Мой Природный Тайник Оттуда Забил Стихотворный Родни А потом Еще Понимаете И на третий Сразу Разберешь Я в Питере Получила Одного Как я Решил Графомана Чуть Прости Но Оно Очень Будрое Графоманом Я Удавала Неправильность Которого Сейчас Граматическая Привез Домой Показал Друзьям Почитал Он Говорит Что Способный Мужик А стих Задорный Осень Наступила Нет Уже Листов Миронович В интернете Написано Что вас Посадили За покупку Краденых Икон Зачем Вы же Еврей Ну На меня На самом деле Посадили Я уже В этом Писал За отказ От предложения Посадить Витю Проеводского Редактора Журнала Евреев Игорь Игорь Миронович Как вам Удаётся Сохранять Такое Лёгкое Отношение К жизни И чувство Видео А в России Я Знаете Я получаю По крайней мере Две записки За концерт Игорь Миронович Помогите Выйти Замуж Или Как Выйти Замуж На Индрея Но это вопрос Лёгкий Потому что Я всегда Отвечаю Стишком Русской Девушке Теперича Нелегко Найти Гуревича Хорошо Нет пока Вопросов Да Я слушался Что? Глядя на вашу Прилечную Внешность Я хочу сказать Что Это книга Гиблия Я вообще Любил Акогина Гремина Дину Рубину Так Нету пока Вопросов Я вам Такая Ребешка А Еще есть Да Пожалуйста Что я? Прилюбите Срубиной Вы посвящали Я Никому Никогда Кроме Жены Стихов Не посвящен Нет 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 Ну что Время Еще есть Вы еще живы Да Можно почитать Давайте я немножко почитаю Про семью Освящение жене Что Литературный памятник Литературный памятник А Название Гвардорки Грустное Придумано Вместе С Пушкиным Семья Бога нам Дана Замена Счастья Мужиков Мужиков Кисло Тяжело Мужик По одному А как Баба На шее Повисла Так Немедленно Легче Им Неправда Что Женщины Дуры Мужчины У них Лебали Домашние Тихие Куры Немало Орлов За клевами Мужчина Должен Жить Не Суетясь А Мудрому Предавшись Разбитяйству Чтоб Женщина С работы Развратясь Спокойно Отдыхала По хозяйству Семья Усложно Невчачная Еще Конференции Замечают Ужить Животное Домашнее Но С тобой Снем Дичай Устоя Жизнь Твердокамент Семью И дом Бегав Сохлеб Мужик Хотя И моногамент Однако Жуткий Полье Зря Женщина Кровчу Тоголтела Что Мы У Теба Спим В Стоме У Наш Дваженство Треж Теба А Разум Думает О Доме А Вот Вы Знаете У Наши Замечательные Семьи В Израиле Я У Женщина Такой Стишок Красив Много Лет Мы Вместе Двое Как Единый Организм За Окошком Ветер Воет Наливая Оптимизм Но Если В чем-то Сомнение И Решение Ждут Моего Мне Жена Говорит Мое Мнение И Я Вслух Оглашаю Я Должен Кончать Заканчивать В половину Да Уже Все Что Еще Что Еще Заканчивать Заканчивать Для начала Чтобы Перейти от Семьи В старость Я Хочу Почитать Свою Любимую Вару Я Рискну Расскажу Старый Никто Другого Кто Не Знает Я Очень Люблю Вы Знаете Как Очень Гряхлый Еврей Пришел Врачу Сек Сапатолку Приходит Очень Гряхлый Еврей К Врачу Сек Сапатолку И Говорит Доктор Что Мы Очень Давно Не Трахались С Моей Женой Цилей Доктор Говорит Как Давно Хоть Я Не Помню Нужно Телефон Мы Сейчас Позвонили Спросил Выбирает Но Говорит Циля Когда Мы Последние Расстрахались Кто Говорит Ребята Точно Дня Чужое Время Не Замечательно Тогда Мы Почитаем Про Старость Знаете Я Только Вам Сначала Расскажу Одну Историю Вы Смотрите Старики Я По себе Знаю Капризные Умнительные Обидчивые Любят Давать Советы Старики Никуда Не Спешат Старики Ногда Говорят Разумительные Фразы Знаете Я Сейчас Расскажу О Неком Враче Фельдмане Это Был 1952 Года Вы Знаете Приготовился Процесс Дела Врачей Отравителей Убийц Мы же Начали Забирать Намного Раньше С лета 52 Года И Вон Где-то В сентябре 52 Года Забрали Такого Врача Фельдмана Пожилого Очень Он Был Как Убийц Как У нас Говорит Тогда В России И Вы знаете Он Почувствовал В камере Не Били Кстати Что Он Просто Сердце Не Выдерживает От Хамства Чудовищного Хамства Унизительного Следователя И Он Как Врач Решил Что Он Выдержит Все Это Если Он Это Леханство Чудовищного Противопоставит Какой Ни Собственной Дежности И Когда На следующий День Малохранник Сказал Следователь Сказал Очевидное Но Колись Жиловская Морка Этот Старый Отоларингол Порылся В своем Небогатом Словаре И Сказал Хуй Вам В носоглоп И Вот Эту старческую Стойкость Я всегда Вспоминаю О Дня Пишу О Старости Но Так Я Об этом Писать Еще Не Люблю И Я Почитаю Сразу Подборку И Сразу Двух Главок Одна Называется Грустно Думать Под вечер Мужчине О Своей Догоревшей Лучине Вторая Подборка Называется В органы Слабость Заколик И Спазм Старость Нерадость Маразм Не Оргазм Знаете, у меня с этой фразой Интересная была история В Америке В Лос-Анджелесе Знаете, такой Амфитеатр Крутой А чем это Амфитеатр Сидит человек Пятьсот Я сказал Старость Нерадость Маразм Не оргазм И как это Очень редко Набывая В больших аудиториях Смех Не только вспыхнул Одновременно Но и погас Одновременно И в резко Наступившей Тишине Какая-то Женщина Громко И грозно Сказала Своему мужу Вот это Запомнил Ну, немножко Про старость Настала старость Зима И дряхлы Все до одного И те Кто выжил Из ума И те Кто прожил Без него Со старость Валяю с яичком А радости Несу себе И людям Вот сядем Со знакомым Ставичком И свежие анализы Обсудим К очкам Привыкла Переносица Во рту Протезы Как родные А после пьянки Печень Просится Уйти в поля На выходные Время Остужает Плодь и пыл И скрипит В суставах Паравата Я уже О бабах Позабыл Больше чем Я знал О них Когда-то Мне с девками Уже неинтересно От секса Плод моя Освободилась И счастье Незанятное место В паху Теперь Духовность Угнездилась Не у меня И бодрые Истышки Так она Пусть Зря Румнётесь Девушки Грех Меня беречь Есть еще У дедушки Чем Кого Развлечь Спасибо Что за меня Продолжение Я грехлостью Нисколько Не смущен И часто В алкогольном Порожай Я бегаю За лягками Еще Но только Очень медленно Уже Напрасный Языком Я не треплю Мою горячность Время не остудит И сейчас Кем угодно Пересплю Пускай Только никто Меня не будет Во мне Смеркаться Стала Конь Сорвав По стылу Узду Теперь Я просто Старый Конь Пославший Нахер Борозду Того Что будет С нами Впредь Уже Сейчас Негко Достигнуть Мне Чтобы Утром Умереть Вполне Достаточно Подпрыгнуть Ничто Уже Не стоит Наших Слез Уже Нас держит Ангел На Аркане А в близости Сердец Апофеоз Две челюсти Всю ночь В одном Стакане Насклонили Уже Снотянет Душеспасительным Мыслишкам Надеюсь Я Что Бог Не станет Ко мне Приебываться Слишком А вот Насклонили 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 Не обращает Идиотов А в склерозе Много Радости Для духа Каждый вечер Куча новых Анекдотов Каждой ночью Незнакомая Старуха Зря Девки Не глядят На столяков И лаской Не желают Ублажать Мальчишка Переспит И был Таков А старенький Не в силах Убежать Ну и Поскольку У меня Еще есть Три минуты Я закончу Когда Время Годами Шурша Вот Ступает Границы Своей На лице Проступает Душа И лицо Освещается Голос Не молясь И не зная Канонов Я мирской Многогрешный Еврей Но ушедшие Шесть миллионов Продолжаются Жизнь Умолей Те враги Раншеи И рвы Где чужие Лежат Не родня Вот единственные Прочные швы Что с евристом Связали меня Полон жизни Мой жизненный Вечер Я живу Ни о чем Не скорбя Здравствуй Старость Я рад Нашей встрече Я ведь мог бы Не встретить тебя На свете Жить с азартом Так опасно Повсюду Так рискованы Пути Что понял Я однажды Очень ясно Живым из этой жизни Не уйти Я писал Как думал А в итоге То же Что в начале Ясно мне Лучше Легомысленно О Боге Чем Высокопарно О хуйне К Богу Я влюсь Я без ужаса Ибо не крал И не лгал Я только Цепи супружества Бабу Нести Помогал Заметь Господь Что я не охал И не швырял Проклятий Ко мне Когда ты так Меня мудохал Что стыдно Было за тебя Мне Вовсе Не было По складу Души Для монахов Аскетов Философов Да Господь Я немало Грешил Но учти Что естественный Способ И спросит Бог Никем не старший Зачем ты Жил Что смерть Твой значен Я утешал Врагов Уставших Отвечу я И Бог За плачет Спасибо Спасибо вам огромное Будьте счастливы Будьте счастливы Спасибо вам огромное Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры